Ну здравствуйте, ребята! Я небольшой фанат деления контента на рубрики, но тут идейка появилась, которая в рамке банки джема чё-то не очень-то и укладывается. В общем, не всегда из пройденной игры получается набрать впечатление на целый большой обзор. И получаются такие обзоры поменьше, которые копятся-копятся-копятся, и девать их куда-то всё-таки тоже надо. Вот и придумалось сделать такие мини-зоры и заполнять ими промежутки между большими видео. Пока чисто теста ради, но если оно вам понравится, можно подумать и о регулярности. Ну что ж... Тяка-тика-тика-тя! Тяка-тика-тя! Тя-ка-тика-тя! 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 Оу-е-е! The Legend of Tianjin Невероятно стильная игра, рассказывающая о похождениях тайваньского национального героя Ляо Тянь-Дина в эпоху клонизации острова Японии. Главный герой возвращается в Тайбэй после продолжительного отсутствия и чуть ли не с порога оказывается втянут в масштабную авантюру с многоэтажными заговорами и древними сокровищами, которая, возможно, будет стоить ему жизни. Играется The Legend of Tianjin в целом как типичный 2D-платформер, только с большим упором на интенсивный махач с оппонентами и с наличием самой базовой нелинейности, которую только можно этим словом назвать. Выглядит это так. Исследуем двумерные улочки Тайбэя на предмет интересных сюжетных событий или нужд простых жителей, и уже оттуда по воле сценария отправляемся непосредственно на сами уровни, коих в игре, кстати, не очень много, всего 6, 2 из которых сразу же битвы с боссами. Зато как оно все играется, это уже отдельное дело. Поначалу Тянь-динь владеет лишь самыми основами, которых едва хватает на то, чтобы и складки местности преодолевать, и прислужников японского режима наказывать. Однако уже на первом уровне арсенал его возможностей пополнится целой россыпью боевых и акробатических приемов, без которых не то что враги, даже уровни откажутся идти на уступки. Что, платформа находится слишком далеко или высоко, и даже двойного прыжка не хватает? Добавляем кружку атаку ногой, и дело в шляпе. Доски на полу пытаются что-то скрыть, лупим по ним ударом вниз в прыжке. Из-за этого наиболее бесполезным оказался небезызвестный удар в один дюйм, за которым Тянь-динь, видимо, сгонял в будущее к Брюсу Ли. Ну, как бесполезный? Пусть в платформинге ему роли не нашлось, зато в бою использовать его одно удовольствие. Если удар достигает цели, то несчастный отправляется в знатный полет, попутно сшибая всех, кому не повезло оказаться на линии. Ну и куда без тактического ухода от опасности колобочкам. Кататься между врагов приходится очень часто, потому как на нормальной сложности Тянь-динь отлетает на тот свет очень охотно, и любая возможность не получить пулю в лицо будет только приветствоваться. Но самое знаковое оружие героя-линчевателя — кушак, которым он может опутывать особенных врагов и, во-первых, забирать себе их оружие, а во-вторых, подтягивать, отбрасывать или отправлять их в полет, что можно также связать с другими приемами смертоносное комбо. И стащить у противников можно много чего, начиная с дубинок, сабель и шестов и заканчивая револьверами, бутылками с горючей смесью и даже базукой, разметать врагов из которой подлинное наслаждение. Но у позаимствованного оружия есть и минус. Оно разваливается спустя буквально несколько ударов, отчего им особо и не помашешь, особенно на ранних этапах. Почему такое уточнение? А потому что тут есть прокачка. Оформлена, правда, она очень интересна, через сбор различных безделушек, которые сами по себе ни для чего не нужны. Ну, за исключением вещей, которые вас просят найти местные жители. Однако они просто одним фактом своего наличия в бездонных карманах главного героя делают его сильнее, оружие прочнее и так далее. Чего там только нет. Архитектурные планы, марки чая, марки спиртного, спичечные коробки, картины, жевательная резинка и все эти вещи напрямую связаны с эпохой, в которой происходят события игры и снабжены небольшими пояснениями. Получается такая карта объектов. С которыми сталкивался среднестатистический тайванец в клониальный период. Авторов настолько распирало вставить как можно больше интересных фактов о родине, что они даже в основной сюжет просачивались, когда какой-нибудь персонаж упоминал о традиционном блюде Тайваня или рассказывал о здании, около которого стоит. Кстати, сюжет. Настолько вкусно подать простенькую в целом историю о поиске очередного легендарного Магафина, это не только талант, но и куча проделанной работы. Подается сюжет, как через обычные игры в гляделке двух спрайтов на локации, так и через шикарные комикс-вставки, где кадры появляются со всей остросюжетной помпезностью и создают потрясающую динамику. Но никакой оживший комикс не смог бы справиться, будь герои этой истории безликими болванчиками. Это же понимали и авторы. Потому создали целый ворох ярких и запоминающихся персонажей, начиная с капитана японской полиции Мацумото, ну или тараканчик, как его называют Тяньдинь, образ которого буквально слизан с инспектора Дзенегаты из манги и аниме про Лепена Третьего, и заканчивая злодеем Семадуй, чья гадючья морда так и просит дроби. Да и сам линчеватель тоже хорош. Хитер, как лиса, предусмотрителен и всегда предпочитает дважды подумать, а потом уже браться за дело, отчего за его заключениями наблюдать еще интереснее. Из-за этого я готов просить игре любые геймплейные недостатки, без которых, увы, не обошлось. К управлению персонажем и его поведению в пространстве придется достаточно долго привыкать. Авторы будто старались избежать типичной проблемы вязкости управления, из-за чего их бросило в другую крайность. Все такое резкое, что порой теряешь нить происходящего на экране. Ну и задания видопадай-принеси тоже задалбывают, особенно если к их обязательному ассортименту добавить дополнительные квесты, ради которых часто придется возвращаться на уже пройденные уровни и дособирать несобранные. Но все это мелкие изъяны в целом отличной игры, которую стоит попробовать всем. А уж если вам хочется проникнуться частичкой истории Тайваня, то The Legend of Tianjin уже не просто желательно, а строго обязательно. Tetris Fear, вышедший на Nintendo 64. Ни в коем случае не играйте в нее. Вот бывают игры хорошие, бывают не очень, а бывают такие, как эта. Разработанная студия H2O и изначально задуманная для Atari Jaguar, который на подступок к 21 веку если и дышал, то уже наладан, игра взяла классический Тетрис и изразила его до такого состояния, что об оригинальном источнике вдохновения разработчиков можно догадаться, если уж не по названию, то хотя бы уж по фигурам Тетрамину. А не советую я ее в главную очередь потому, что Тетрис Fear это лютейшая, пусть и гениальная в своей красоте и аддиктивности залипавого, конвертирующая 10 минут игрового времени в 10 часов времени уже реального, отчего рекомендовать ее стоит только тем, от кого вы вроде бы и хотите избавиться, но считаете убийство слишком старомодным, а ММО слишком негуманным. Геймплейная игра, как я уже говорил ранее, ушла от своего прародителя настолько далеко, насколько это вообще возможно и похоже на Тетрис не больше, чем на Маджонг Пасьянс. Так, с самого начала вам дается не пустой стакан, который надо аккуратно заполнять, не переполняя, а уже изначально заполненный, который наоборот нужно расчистить, чтобы докопаться до ядра сферы, где и сокрыта победа. Для этого вам нужно сопоставлять три и более тетрамины фигурки одного вида в ряд и удалить их со сферы, таким образом зачищая ее свой за слоем, что по духу больше напоминает, если не Доктор Марио, то как минимум пуя-пуя. Также по мере игры будут появляться светящиеся фигуры, если начать зачистку ряда с них, то получится комбо, которое принесет больше очков, а также немного откатит таймер на обдумывание следующего хода. Но что делать, если фигуры никак не хотят друг с другом связываться, выстраиваясь самым кособоким образом из возможных? Ну, тогда придется их немного пододвинуть друг к другу, чтобы лучше сочетались. Этот момент, кстати, я в туториале как-то умудрился проморгать, отчего мой первый опыт в Тетрисфе стал несколько хардкорным, так что внимательнее смотрите начальную инструкцию и не повторяйте моих ошибок. Но есть две трудности. Во-первых, двигать можно только ту фигуру, которая у вас сейчас идет следующей, то есть та тень, от которой падает на стаканосферу. Во-вторых, слишком уж долго заниматься перестановками и созданием наиболее благоприятной для долгой-долгой комбы обстановки будет мешать пресловутый таймер, который в определенный момент просто скажет «Да роняй ты уже эту фигуру и давай следующую». И если вы поставите на поле фигуру, которая не повлечет за собой вообще никакой цепной реакции, минус одна жизнь. Минус три жизни игра окончена. И чтобы этого не произошло, придется постоянно себя одергивать и не забывать пополнять таймер всякий раз, когда появится возможность. Говоря языком современных интернетов, как в соус-лайках, где нередко за жадностью в бою с боссом следует болезненное наказание со стороны последнего. И это несложно, когда сфера состоит всего из фигур двух типов, но с каждым новым пополнением разнообразия сложность растет по экспоненте, и создание хотя бы крохотной комбинации вскоре превратится в вопрос банального выживания. Создание продолжительных рядов фигур важно еще и потому, что за 20 и более щищенных блоков игрок будет получать бонусное оружие, которое в любой момент можно будет скинуть в стакан и сделать бум! Причем оружие это можно прокачивать повторением 20 плюс комбинаций, и если какая-нибудь ракета просто сделает в уровне небольшую дыру, то магнит уже способен откусить приличный кусок стакана, нередко еще и до ядра докопавшись. Впрочем, долго тянуть с использованием оружия затея рискованная, поскольку одной ошибки, влекущей за собой потерю жизни, достаточно для того, чтобы этого бонуса лишиться вне зависимости от того, насколько к тому времени вы его уже прокачали. Картину дополняет еще и бомбическая техно в роли саундтрека, за которое отвечал композитор Нил Восс. Нинтендо 64 с исторической перспективы особенно не славится отменными музыкальными возможностями, во многом потому, что многие игровые композиторы предпочитали просто зажимать частоты для звуковых файлов, чтобы уместить их на картриджах. Однако саундтрек Tetris Fear на деле показывает, что в умелых руках и для этой консоли можно создавать настоящие шедевры, которые будут приятно радовать и десятилетия спустя. Тоже в общем-то можно сказать и о самой игре. Tetris Fear это очередная демонстрация того, что простой, но тщательно продуманный идей и толковой ее реализации зачастую оказываются достаточно для того, чтобы получить на выходе продукт, способный приносить чистое геймплейное удовольствие без оглядки на год выхода, как и Intelligent Cube, так же Age to Low два года спустя вышел уже более классический Tetris под названием The New Tetris, но не уверен стоит ли при него рассказывать что-то кроме того, что это тоже очень качественная игрушка с парой интересных идей и тоже страшная залипалова. Deathpaint выходившая на седьмом поколении консолей, а также на ПК. Вроде как довольно известная в прошлом hack and slash action RPG от Рона Гилберта, о существовании которой я узнал совсем недавно, листая географию этого самого Рона Гилберта. Узнал, поиграл и вот что я хочу сказать по поводу увиденного. Поначалу Смертошлеп производит крайне хорошее впечатление. С первых секунд нашему взору предстает в меру неадекватная сатира на RPG-шные и в целом фэнтезийные шаблоны, превращающие местную историю в некое подобие Шрека. Пребывая в активном поиске артефакта под названием Артефакт, главный герой своим громогласным голосом возвещает о борьбе за справедливость. Ввязываясь по пути в песты вида подай принеси самого разного сорта, цвета и запаха. Собираем украденных сирот мешочек, вышибаем из демонов дерьмо в буквальном смысле, ибо нам заказали принести удобрение для фермы. Пытаемся открыть неоткрываемый ящик. Ну и конечно же активно бодаемся с прислугой зла, который все на месте не сидится и дай кого-нибудь обидеть. Геймплей тоже не отстает. Четыре слота под оружие и еще четыре под активный инвентарь, забиваемый аптечками с надобнями и еще оружием позволяют навести шороху в любом уголке мира. Вещи в общем инвентаре можно в квестовой манере соединять друг с другом, применять на что-то и предлагать жителям. Есть спецприемы, комбо-атаки сразу двух оружий определенного вида, а от особо наглых морд можно прятаться за щитом. И все это под забавную рокобилли музыку, лишь подчеркивающую абсурдность происходящего. Проблема же игры в том, что в ней очень мало всего. Days of Pain можно пройти за несколько часов, но даже за это время она успеет порядочно утомить полнейшей репетативностью всего, что относится к геймплею, и никакие забавные диалоги не смогут это исправить. Даже такая банальная вещь, как восстановление здоровья способна задолбать тем, что таскать собой можно не более пяти флаконов целительным снадобьем, и приходится кормить этого доброхота простой едой, а жрет он очень медленно. И если приспичило подлечиться посреди горячего сражения, то приходится с каждой куриной ногой в зубах по несколько секунд бегать и уворачиваться от всего в ожидании, когда же смертошлеп блин доест ее. По вам попали, или вы сами кого-то атаковали во время трапезы, здоровье будет восстановлено лишь частично, а еда утрачена навек. Ну и музыка. Сама по себе она очень хороша, но 7 треков на всю игру это какая-то насмешка. В принципе, новое и все более крутое оружие вполне держит интерес, так как с ним появляется возможность залезать во все более глубокие дебри этого маленького, но гордого мира. И если проходить Death Painting небольшими порциями, то от нее вполне можно кайфануть. Приятная небольшая ролевушка от создателя The Secret of Monkey Island. Фью, ну на этом пока остановимся, чтобы не доводить до абсурда. Ну че как, пацаны, смотрибельно? Я еще парочку таких выпусков сварганю, а дальше будем смотреть. Традиционно спасибо этим классным бустерам, поддержавшим это безобразие небольшой копеечкой. Ну а пока, пока!